Более-менее всё хорошо, всё нормально. Единственное, чуть-чуть рука, но вы сказали гимнастика. Ангелы-хранители. Так называют врачей 62-летняя Рисалды Шуробекова. В апрель этого года у жительницы Арыси выявили рак лёгкого третьей стадии. Узнав о коварном диагнозе, женщина нашла в себе силы бороться за жизнь. Вначале было три химиотерапии для того, чтобы уменьшить, потому что опухоль была очень близко к сердцу. Это было очень опасно делать сразу операцию. И в результате вот этих трёх химиотерапий у меня опухоль уменьшилась аж на в два раза. И уже тогда можно было делать операцию. Ну, операция была очень сложная. Три часа она длилась почти что. Операцию сейчас я чувствую себя очень хорошо. Ну, в первую очередь, я думаю, не стоит паниковать. Надо принять это как данное. Значит, потом настрой. Самый главный настрой. Даже врачи мне говорили – главный настрой. По статистике, рак лёгкого занимает лидирущее место среди злокачественных новообразований. В большинстве случаев развитие недуга проходит бессимптомно. Поэтому онкологи напоминают не пропускать профилактические осмотры и диспансеризацию. Появляются симптомы, когда опухоль уже прорастает в бронхе или в сосуды или в плевру и начинается болевой синдром. Поэтому уже с 2024 года у нас по программе открывается скрининг рака лёгкого, то есть низкодозная компьютерная томография, которая безопасная для пациента. И она может выявить злокачественные и доброкачественные опухоли лёгких в ранних стадиях. Курение, неправильное питание и работа на вредных производствах – главные причины развития рака лёгкого. Кроме того, по словам онкологов, пусковый механизмом, способным привести к развитию онкологического процесса, могло стать воспаление из-за коронавируса. «Основная причина, естественно, является курение табака. Есть и другие причины, конечно, это вредные газы, работа в вредных производствах, где очень много дыма, употребление, конечно, нездоровой пищи, химикатов. Есть такие раки, которые беспричинно могут появиться даже у молодых, не курящих, и женщин, даже и мужчин». Наиболее радикальным и результативным методом лечения рака служит хирургическое вмешательство. Операционное лечение применяется на ранних стадиях, когда нет активного распространения метастазов. «Современный подход к лечению рака любой патологии, он точно так же, как меняется мир, то есть мы переходим в мир цифровых технологий, то есть опции и возможности лечения онкологии, они сейчас выросли. Во-первых, это системный подход, это полностью обследование пациента на наличие отдаленных метастазов, получение верификации диагноза, верификации мы должны доказать на гистологическом уровне, что это онкология. Но у нас сейчас дополнительные опции появились уже на генном уровне, проводятся молекулярно-генетические исследования. Если опухоль, возможно, она резектабельна, резектабельна, когда ее можно радикально удалить, то лучше ее убрать, потому что тогда легче бороться с опухолью на системном уровне. Если, к сожалению, опухоль не удается убрать, тогда применяются следующие лечения в виде химиотерапии, системной химиотерапии, это таргетная терапия, иммунотерапия. Онкологи не устают напоминать, что рак – не приговор. Благодаря современным методам диагностики и лечения победить онкозаболевание можно. Главное – внимательнее относиться к своему здоровью и не пренебрегать профилактическими осмотрами.